Очень интересно. Значит, ты продолжаешь встречаться с этим типом? Достойно. Я-то думал, Лиза почему-то такая нервна. Оказывается, ей сестрица проблем подгоняет. Я только конспект передала. Марина, я устал от вранья. Если бы ты только знала, как меня это все достало. Привет. Привет. А куда это ты собралась? Да так, а что? Да ничего, просто интересно, куда это собралась. На ночь глядя. То есть тебе можно не ночевать дома, а у меня нельзя, да? Али, ты чего? Я же в приклинике был. Да, меня там видели, можешь у охраны спросить. Сейчас, я еще буду унижаться и спрашивать. А что мне делать? Предоставить тебе камеры наблюдения? Анечка, ты, по-моему, не за то меня принимаешь. Я не собираюсь контролировать каждый твой шаг. Я просто хочу, чтобы ты был рядом тогда, когда мне это нужно. Да, я тоже хочу, чтобы ты была рядом. У меня профессия такая. Что мне делать теперь? Так вот твоя профессия, это единственное, с чем я готова тебя делить. Ну и куда же ты собралась? К тебе. Зачем? Соскучилась. Да? К тебе в клинику, да. Вспомнила наше дежурство. Твой скрипучий диван. Знаешь, что я подумал? Тут уже, кстати, не хуже. Да. Ну, все, девочка, я к себе. Пока. Здрасте. Привет. Привет, Алиночка. Ну, как провела выходные? Ой, как в сказке. Кстати, что? Да, представляешь? Меня пригласили в театр, потом в ресторан, потом мы гуляли по парку. Как интересно. С кем это ты гуляла по парку, а? Ну, нашлись люди. Ну, ты, небось, тоже развлекалась все выходные? Вернее, тебя Леонид развлекал. Если бы. Он проводился с этой больной, потом диссертацию писал. Потом у него срочная операция была. Короче, развлекала меня только его мама своими разговорами. К сожалению. Бедняжечка. Угу. Сочувствую. Я сама себе сочувствую. Ты знаешь, Леня, конечно, лучше специалист и все такое, но... Ой, я уж тоже так не могу. Ну, а что поделаешь? Не знаю. Я, наверное, поговорю с Карпиловским, чтобы Леня так сильно не загружала. Погоди, что-то я не пойму. Нет здесь никакой записи об этой операции. Не было у нас никаких срочных больных на выходные. Может быть, покажи? Ну, вот. Сама посмотри. Действительно. Никаких операций не было. Алиночка, в чем дело? Я у тебя хочу спросить. Леня, в чем дело? Я не понимаю. Не понимаешь? Нет. Да объясню. Это журнала регистрация. Открываем выходные. Что мы видим? Ни одной срочной операции. Ты наврал мне. Ну, да. Ну, мне нечем крыть. Операции не было. Объясни мне. А где ты был ночью? Понимаешь, Белочка, после этого дурацкого дня рождения, ну, я не хотел портить тебе вечер. Я пошел в клинику. Глупо, конечно, да. Ах, вот как. Помнится, когда мы с тобой только встречались, ты сбегал в клинику от своей жены. А теперь сбегаешь от меня. Тоже в клинику. Ситуация повторяется тебе, не кажется? Ты все неправильно поняла. Я все правильно поняла! И ты это знаешь! Алина, подожди! Алина! То есть у нашей Полины с шефом роман? Ну, да. Только это между нами. Вы видели, какая она счастливая? Да, на крыльях порхает. Ну, вот и прекрасно. Наверное, мне легче станет. Слушай, мне сегодня нужно домой пора еще идти. Скажешь, шеф? Да, хорошо. Вот и он. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Как прошел семинар? Замечательно. Оля, мне нужна копия второй и третьей страницы. Сергей Владимирович, мне нужно пораньше уйти сегодня домой. Можно? Наталья, вы получили от меня письмо с заданием? Да, конечно. Так вот, это все нужно сделать очень срочно. Поэтому, к сожалению, а может быть и к счастью, пока вы не закончите эту работу, я вас отпустить не могу. Нет, я вам говорю, полтора месяца минимум. Да. Нет. Нет. Да, до свидания. Разговор окончен. Наташа, у меня очень много работы, поэтому если у вас не срочное дело... А у меня срочное дело. Хорошо, что у вас? Это по поводу работы, которую вы мне поручили. Ее должна была сделать Полина. Да, но Полина была на семинаре. Много работала. Ей нужен отдых, поэтому я поручил эту работу вам. А, то есть это потому, что я не поехала на семинар, так? Это потому, что вы отдохнули за эти выходные, и теперь можете прекрасно с этим справиться. Вообще-то это не входит в круг моих обязанностей. А я, знаете ли, думал, что мы здесь все делаем одно дело. И очень странно, что я должен вам об этом напоминать. Сергей, мне очень хотелось бы, чтобы между нами была ясность. Я не поехала на семинар, потому что у меня были проблемы с дочерью. Прекрасно. И пока мы трудились на семинаре, вы эти проблемы решили. И вам ничего не мешает вернуться к своей работе. Хорошо. Я готова вернуться к своей работе. Только при всем уважении к вам, я не понимаю, почему я должна выполнять обязанности Полины. Я знаю, что ты тоже себя в руках держи. Ты только на работу устроилась. С этим Сергеем на семинар не поехала? Ищу свои условия, диктуешь. Не боишься, что он тебя уволит? Пусть делает, что хочет. Меня больше Лиза сейчас волнует. Когда этот переходный возраст закончится. Да послушай, если ты будешь идти на все ее условия и подстраиваться, да никогда он не закончится, понимаешь? Ира, а что мне делать, а? Я же понимаю, что она девочка от природы честная и искренняя. Просто эмоциональная. Ну ничего. Тогда лаской, уговорами, работай в этом направлении, в конце концов. Как у тебя в другом направлении. В каком? Ну я опять про Иванова. И как? Ну подожди, ну он же у тебя задержался. Правильно. Вы помирились с ним? А мы не ссорились, Ир. Что значит не ссорились? Ты его отшила? Правильно сделала. Точнее, да ну тебя, Ира. Он вообще из-за Марины остался. Да еще этот холодильник потек. Ты что несешь? Он что, из-за холодильника остался? Ира, у нас ничего с Иваном не получится. Он стал как чужой. Сегодня вообще тайком собрался и уехал. И ни слова на прощание не сказал. Что вообще, что не попрощался? Нет. А ты думаешь, что это все, что ли? Ой, а это где? А это я на крокодилий ферме. Какой вы отважный мужчина. О, а это? А это улица красных фонарей. Вообще там запрещено фотографировать. Но если тихо, то можно. Я никому не скажу. Лучше я вам привезу видео из Королевского замка. Вот где красотища. Привозите. Посмотрим на ночном дежурстве. Обязательно. Алина, ты не очень тут любезничаешь. Ну, а что мне остается делать? Тебя дома не бывает. Таиланд мне только на фотках показывают. Ну, прости, прости. Ну, чего? Если честно, у меня не было операции. Ну, я начинал в клинике. Мы с Муриным коньяк да уторопили. Поздравляю. Потом. Ну, а потом я заехал Лиску поздравить. Она, как всегда, учудила. Пришлось разбираться. Завел другую, так и скажи. Ну, какую другую? Ну, что? Значит, завел? Я не понимаю, что за логика такая. Нормальная логика. Женская. Ну, хочешь, у жены спроси. Она подтвердит. Ну, кстати, она звонит. Поздравляю тебя. Да. Это не плачь. Объясни по-человечески. Ах, вот оно что. Ну, хорошо, я скоро приеду. Что опять? Лизка из ума сбежала. Ну, конечно. Без тебя они никак не справятся, да? Конечно, езжай, давай. А я что, пока буду довольствоваться чужими видео с пальмами? Я клянусь тебе, это в последний раз. А ты знаешь, что ты узнаешь своего поклонника, как кардиолога? Сколько они за Таиланд платили? Я думаю, нам лучше на острова. Нет, я так больше не могу. Пусть он что-нибудь сделает. Марина молчит, я перед ней оправдаться не могу. А Лиза вообще неизвестно где. Угу. Ну, послушай, поезжай в этот их клуб. А если Лиза вернется и опять устроит Марине очередной скандал? Нет, знаешь, я лучше Леню дождусь. И пусть он ищет ее у друзей. А если нет, то едет по городу. Наташ, ну давай я в клуб, а Леня по друзьям. Делайте, что хотите, я все равно не померю дочь с племянницей. И бесполезно. Да, конечно, бесполезно. Но Лизку мы вернем. А Марину вот это... Ну, послушай, ну их нужно разделить. Ну, а как их разделить? Они и так в разных комнатах. Да при чем тут твои комнаты? Ну, их нужно разделить вообще. Чтобы они какое-то время не виделись. Я не могу Марину выгнать. Да ты что? А то, что Лизка сбегает не первый раз уже из-за этого, а тебе не приходило в голову, что однажды она может не вернуться. Сиди тут. Я пошла ее искать. И откуда ты узнал, что я Марго? Маман сказала или, может быть, Мариночка наша? И чего ты молчишь? О, дома ждет меня что-то страшное. Меня казнят или отправят в монастырь. Папочка, не надо в монастырь. Лучше четвертуй. Так, все, хватит. Твои глупости уже никого не вдохновляют. Давай, садись в машину. И еще вот что я тебе скажу. Ты, конечно, можешь считать меня под лицом. Давай. Но я никогда не читал чужие письма и не воровал. А сейчас мы пойдем выкупать часы. Ну, учти. Я больше не стану терпеть твои выходки. Я сегодня никак не могу за ней заехать. Так что придется тебе. Наташа, я не буду забирать Лизу из школы. Я вчера внятно объяснил свою позицию. Я больше не принимаю участия в ее делах. Да, но ее домашний арест не снят. И надо контролировать все ее передвижения. Вот тебе нужно, ты контролируй, а у меня полно работы. Я больше не буду срываться из клиники из-за ее бесконечных манипуляций. Между прочим, это твоя дочь. Извини, Наташенька, я очень спешу. Наташа, там зарплату выдают. Бухгалтер ждет, когда придем. Ну, хоть одна хорошая новость на сегодня. Ты знаешь, как ни крути, а деньги. Вот они все-таки поднимают настроение. Как подумай, на что я их потрачу, вот как-то сразу веселее становится. А мне как-то совсем не весело. Как подумай, сколько всего надо купить, сколько счетов оплатить. На меня совсем ничего не останется. Ладно, пойдем. Сергей Владимирович, я могу полюбопытствовать? Что вот это такое? Это строгий выговор за непосещение вами семинара. За что? Я что неясно выражаюсь, за непосещение вами семинара. Еще за то, что вы вчера отказались выполнить свою работу. То есть я так понимаю, что я виновата, что вам не удалось со мной сблизиться? Но с Полиной это все получилось? Зачем же вы теперь мне мстите? Это, знаете, как-то не по-мужски. А ну-ка, держите себя в руках, что вы себе позволяете, в конце концов. Чего вы взяли, что я хочу с кем-то из вас сблизиться? Я начальник, вы подчиненные, так что будьте любезны, соблюдайте субординацию. Субординацию. Это теперь, значит, так называется. Да, это называется субординация. Полина на семинаре показала себя как активный и легко обучаемый сотрудник. А вы, в свою очередь, обучение проигнорировали. Я теперь очень сильно сомневаюсь, что я поступил правильно, когда пригласил вас на место Полины. А я, как вы понимаете, руководствовался исключительно профессиональными качествами. Да, понимаю. Я вообще, знаете, очень многое поняла за последние полчаса. Так вот, если вы до сих пор хотите работать под моим руководством, извольте отчитываться о каждом вашем шаге. Личными делами занимайтесь в обеденный перерыв. И никаких уходов с работы раньше времени. Это ясно? В полуне. Хорошо, подождите. Сегодня состоится собрание, на котором ваше присутствие обязательно. Я вас предупреждаю. Если нарушения будут продолжаться, если, не дай бог, вы будете распускать про меня с кликом, я вас уволю к чертовой матери, не раздумывая. Свободны. Алло. Алло, пап. Тут родители Марго интересуются насчет зимних каникул. Ну, что там, где, сколько стоит. Каникулы? А ты их заслужила? Поездка – это поощрение. А за что тебя поощрять? Ты посмотри, что ты вытворяешь. А что я вытворяю? Ты даже не знаешь, что. Знаешь, моя дорогая, если тебя не наказывает, ты вообще не будешь задумываться о своем поведении. Вот посиди все зимние каникулы дома и подумай. Пап, ну, чего ты кипятишься? Ну, смотри, сколько времени до января еще. Я успею исправиться. Я же тебе вчера сказал, ты нарушаешь все наши договоренности. Значит, теперь и я имею право их нарушать. Поездки не будет. И это не обсуждается. Я тебя ненавижу. Смотри, что я нашла. Отдельные бунгалы прямо на берегу моря. Красиво? Здравствуйте, Наташа. Марго, привет. Слушай, не в службу, а в дружбу. Сходи в школу. Попросили из-за поторопиться, а то я спешу. А ее там нет. Как нет? А где она? Ну, ее нет в школе. Подожди, ты уверена? Абсолютно. Она ушла с последнего урока. Куда ушла? Ну, я не знаю. Она собиралась звонить папе, а потом просто не пришла после перемены. Я пойду. Да, спасибо. Алло, Леня. Лиза с тобой? Она из-за встречи с тобой сбежала с уроков? Из-за какой встречи? Но ты с ней встретился после школы? Нет. Как нет? Ты что, ее не видел? Мне, честно говоря, неприятно это обсуждать, Наташа. Да и времени нет. Мы с ней поругались. Из-за чего? Она сказала, что ненавидит меня. Какие после этого могут быть встречи? Ну, вот что они за полицейские? Вместо того, чтобы обыскать, весь город советуют три дня подождать. А что потом? Ну, что ты паникуешь? Не паникуй. Давай, сядь, успокойся. Давай. Оставь меня в покое. Лучше бы я просила патруль взять меня с собой. Лень, я боюсь. А вдруг Лиза, как Ольга, ушла и не вернется? Так, ты не паникуй. Причем здесь Ольга? В больницах ее нет. В моргах тоже. Знаешь, шляется где-то. А вот при этом я с ней поговорю. Я с ней так поговорю. А Ольги тоже ни в больницах, ни в моргах не было. И до сих пор не нашли. Не надо так говорить. Давай надеяться на лучшее. Что нам еще остается? Успокойся. Успокойся. Всегда бы так. Лиза, милая. Ты нас так напугала. Что случилось? А где ты была? Ты цела? Мы тебя искали по всему городу. У тебя совесть есть вообще? Пап, мам, я сейчас в душ схожу, а потом уже меня казните. И, кстати, это Мариночке вашей спасибо. Это она меня довела. Так, все, хватит. Я, конечно, понимаю, твое родственное чувство к люмянице, но вопрос надо решать. Иначе мы потеряем нашу дочь. Ты о Марине? О ком еще? Мне моя дочь дороже. Не знаю, хватит супер распускать. Давай, выселяй в общежитие. Да, наверное, ты прав. С Мариной придется расстаться. Только я не представляю, как ей сказать об этом. Марина умная девочка. Она многое пережила, да ее жалко, но она тоже должна понять нас. Она меня не простит. Да что? Ты что? Ты и так слишком много зела для нее. Да уж много. Давай я заварю чай. А может, лучше кофе? Я так соскучился по твоему фирменному с корицей. Еще не забыл? Ты что? Нет, конечно, такое не сбывайте. Ты не расстраивайся. Поверь мне. Пройдет время, и все встанет на свои места. Я понимаю, тебе сейчас тяжело. Ай, какой аромат. Ай, какой аромат. Вот сколько раз пробовала сделать такой кофе, как у тебя никогда не получалось. Открой секрет. Секрет простой, Леня. Я варю кофе любимому мужу. Мам, пап, я вышла. И мне кофе сделайте. Запах супер. Я тебе сейчас дам кофе. А ну, марш себе в комнату. А ну, марш себе в комнату. Хватит, я лови, что ничего не произошло. Пап, ну не нервничай. Я же сказала, меня Маринка довела. С матерью поссорила. Вот я психанула и на улицу пошла. А там у парнишки день рождения был. Ну, и вот. Потом там ребята стали в комп рубиться. А я прилегла телик, посмотрите, уснула. А телефон почему не отвечал? Да я только утром заметила, что у меня телефон на бесшумном стоял. Ну что ж, такое бывает, правда. Бывает, что коровы летают. Мы с матерью всю ночь в полиции просидели. Чуть с ума не сошли. Мам, ну ты чего? Я же дома. Ну хотите, придумайте для меня любое наказание. Я что, не понимаю, что фигова вышла? Да грош цена всем нашим наказаниям. Почему? А потому что они на тебя не действуют. Ты не думаешь ни о себе, ни о нас. Я думаю. Да что ты такое говоришь? Ничего, что мы должны быть на работе. А в это время разбираемся с дочерью Дылдой. Я не Дылда. Я всем рассказываю, какая у меня взрослая дочь. А теперь из-за твоих детских выходок. Меня уволят. Как так? А вот так? И не надо мне рассказывать, чтобы там морковный сок пили. Еще раз заявишься домой с перегаром, я тебя поставлю на учет в наркодиспансер. И не видать тебе ни автошколы, ни машины. Ты что, хотел мне машину купить? В будущем. Видно, будущее у тебя туманное. Мам, он серьезно? Я не знаю. А вот я серьезно не знаю, что с тобой делать. А тебя правда уволят? А я не знаю. Так, беги на работу. Правда, а я тут посижу. Уроки буду делать. Серьезно? Ты что, мне не веришь? А вот и зря. А ты ничего мне не хочешь сказать? Я? Не. Все нормально, правда, беги. Леня, подожди. Ну что, она еще что-то там сказала? Нет. Сидит, занимается. Даже странно, что она обошлась без истерики. Как будто подрослела. За одну ночь. Слабо верится в это. Ну да, мне тоже. Слушай, ну ты в любом случае, мог бы как не забывать ее. Ты же знаешь, что ты на нее положительно влияешь. Наташ, ты же знаешь, у меня другая семья. Алина, это твоя семья? Да. И неприятно, что я постоянно пропадаю у вас. Ну, если бы у тебя был муж новый, тебе бы нравилось, что твой муж бегает постоянно к бывшей. Ну, у меня нет нового мужа. Ну, скоро будет. Понимаешь, Алина терпит. Бака терпит. Ну, в любом случае, это твой дом. Так что приезжай, когда сможешь. Я тебе доверяю. Я уверен, что ты сделаешь для Лизы как лучше. У тебя все получится. Боже, какая прелесть. Мне даже неудобно как-то. Берите, берите. Алиночка, оно так гармонирует с цветом ваших глаз. Да. Ой, здорово, Лень. Ну, только не ревнуй. Я Алине привез скромный подарок. Надеюсь, не разорился. Ну, показывай, что за подарок. Ну, вот. Как тебе? Божественно. Осталось купальник и на курорт. Да-да. Мне, кстати, сказали, что лучше всего на Самуе. Там не бывает сильных приливов и такие шикарные лагуны. Ленечка, ну, куда ты поговори с нами? Не могу, Бричонок. Я и так опоздал. Я зайду к тебе. Не надо. Я буду занят. Я сказал, я занят. Я знаю, что ты не занят. Лиза не пришла еще? Пришла, все нормально, иди работай, иди. Ты ревнуешь, так и скажи. А что мне делать? Тебя постоянно нет, он крутится около меня. Я вернула ему порыву. Ты же мне новый купишь, да? Еще лучше. Если тебе это нравится, порыву. Верни его обратно. Да? Может, еще в Таиланд с ним сгонять, а? Тебе вообще все равно бросаешь меня, да? А тебе не приходило в голову, что у меня могут быть проблемы не только с дочерью? Я могу заболеть, потерять работу, лишиться денег. Что за глупости? Это не глупости, это жизни. А в жизни очень важно, чтобы тебя кто-то поддерживал в трудную минуту. По крайней мере, Наталья не кокетничала бы с кем попала, когда мне плохо. Ах, Наталья. Да, именно Наталья. Или ты можешь дуться сколько угодно. Пожалуйста. Но учти, если ты будешь продолжать в том же духе, можешь сразу скатиться. Хоть в Таиланд, хоть на Камчатку. Лебя, почему ты так со мной разговариваешь? Я тебе сказал, разговор окончен. Сказал, все. Иди. Что ты делаешь-то за рулем?